здравствуйте друзья сегодня я хотел сделать ролик про видео про посудомоющие машины а самое главное чтобы она мыла хорошо не правда ли но у меня свое мнение на этот взгляд на то чтобы она мыла хорошо но как вы понимаете моет посуду таблетки я считаю что таблетки финиш это самые лучшие таблетки финиш да замечательно звучит лучше всего они моют потому что из наличия в россии которые имеются они своеобразные все и моют достаточно плохо особенно в последнее время изменилось качество моющих средств поэтому они все ху моют хуже и хуже а вот финиш связи с ситуацией видимо еще и подешевел чтобы продаваться и при этом он сравнялся с дешевыми таблетками иногда так получается я думаю что главное все таки в хорошей в хорошей таблетке что происходит посудомоечной машине я бы хотел бы если кто не в курсе пояснить дело в том что сюда поступает посудомоечную вода и она должна поступать под достаточно хорошей теплой температурой то есть чем горячей вода тем эффект будет лучше ну и химикат то есть вот эта таблетка должна хорошо мыть чтобы она мыла хорошо для этого необходимо хороший поток воды потому что как происходит паху посуда находится здесь и есть такие разбрызгиватели в данной машине стоит вот здесь разбрызгиватель один внизу и другие разбрызгатели стоят на верхней полке здесь присутствует два разбрызгателя первый и второй то есть если сделать таким образом ну то есть проанализировать как машина работает горячая вода разбрызгивает посуду и разбрызгивать она должна посуду во всех местах то есть вот эти крутящиеся вращающиеся лопасти с дырками внутри должны так сейчас я достану должны равномерно разбрызгивать все если они будут брызгать воду вместе с расплавленной раз топленая в ней таблеткой растворенный то естественно химикаты будут действовать на каждую чашку каждую миску если разбрызгана все равномерно и химикаты хорошие то они будут отмывать всю грязь посуды поэтому лично я не верю в средства которые рекламируются для улучшения мойки по типу постоянной прочистки аппаратов то есть для удаления накипи и прочее почему это не верю ну потому что накипь присутствует всегда это безусловно но обратите внимание например возьмем парточную воду в водопроводе там тоже постоянно течет вода однако внутри в водопроводе вы не промываете правильно же ведь то есть стоят трубы они стоят десятилетиями никто их не пробовал не промывает там идет вода поступает наши краны и никому в голову не пришло засыпать в эти трубы прочищающие вещества поэтому если вы хотите сэкономить я бы на вашем месте плюнул на все эти прочищающие трубы ну смысле в посудомойке прочищающие таблетки они только едят деньги а эффект ноль причем на практике уже многие посудомойки мне встречались и если они ломались принцип поломки именно в самом оборудовании посудомой машины это ржавеющие насосы и потому что они качают воду и если на них образуется ржавчина то насос соответственно начинает там где не должен пропускает через себя воздух или воду и не делать нормальное давление подачи воды и машина начинает плохо мыться то есть достаточный напор воды обеспечивающий именно механизмами и насосами а совершенно не загрязнением труб влияет на посудомойку это мое мнение потом второе именно та таблетка которая моет в грязь она должна и выводить эту грязь вместе с водой то есть она и так ее моет зачем то дополнительные средства мыть от того что смыло с посудомойки химикаты и это моющее средство которое уже идет в канализацию его еще и отмывать от труб это же просто абсурд получается но есть моменты на которые стоит обратить внимание они очень просты как я уже сказал после подачи воды необходимо эту воду вместе с химикатами разбрызгать по всем чашкам вилкам ложкам и смыть поэтому именно орошение водой играет большую роль а в орошении применяет участие вот эти лопасти по всей машине так давайте посмотрим что в этих лопастях находится в этих лопастях находятся дырочки вот эти дырочки с обратной стороны они служат для отталкивающей движения воды чтобы поток воды который выходит снизу брызгал таким образом реактивной тягой как бы поворачивать лопасти у лопастей нет никаких никаких механизмов чтобы они вращались но они должны вращаться обязательно должны вращаться поэтому если у вас задние вот эти вот отверстия будут забиты вот эти вот которые дают реактивную тягу и под воздействием напора воды из нее она именно вращается то эта лопасть перестает вращаться соответственно опрыскивание всей посуды происходит неверно то есть она например медленно вращается или вообще стоит и у вас происходит не мойка вашей посуды давайте посмотрим вот я снял некоторые лопасти и посмотрим что в этой машине не так вот здесь вот с верхних дырок вот с этих именно брызгает вода та которая призвана именно мыть посуду вот в этой все как бы хорошо лопасти обратные стороны для кручения лопасти с обратной стороны как правило в основном отверстия сделаны для того чтобы она вращалась вот это вторая здесь а вот если эти дырочки засворяются а вот эти естественно моющие а вот с обратной стороны вот эти это в основном для вращения хотя в зависимости от контурации это может тоже влиять на мойку так и вот я нашел вот видите вот это вот отверстие вот это крайне оно засорено потому что как бы вы посуду не клали мелкие песчинки обязательно будут присутствовать то есть вот если вот так вот засоряется ваша лопасть хуже работать поэтому я бы посоветовал в данном случае обязательно где все вы хотите чтобы ваша мойка хорошо работала в первую очередь как я уже сказал таблетки а во вторую обязательно регулярно просматривать все вот эти отверстия чтобы они были чистые если они будут чистые это и есть обеспечение вот еще одна вот еще она засорена вот то есть если все отверстия будут чистые то она будет разбрызгиваться все сбрызгивать водой с химикатом моющим если химик так хороший все будет отмываться если же отверстия засорены то практически у вас посудомойка прекращает работу если лопасть это за счет засорения а вот в данном случае вот это брызгает вниз обеспечивая видимо и вот это вот она направлена чуть в бок видимо она не только брызгает а создает реактивную тягу естественно крутящий момент этой лопасти становится меньше либо вообще прекращается и струи бьют только в одно место в посуду соответственно вся посуда может оставаться остальная грязная да и вообще чистить будет плохо мыть посуду все плохо поэтому я вам советую для хорошей чистки обязательно следить за тем что именно эти отверстия оставались чистыми а согласитесь это проще всего но эффективнее всего и дешевле вот что я хотел сказать про посуду моечной машины удачной вам помойки и всегда чистой посуды пока